скоро новый год это лучшее время для того чтобы запланировать все свои будущие достижения ну и как полагается я как и многие написал список целей на 2020 год я его взял сегодня с собой хочу чтобы просто посмотрели и сказали так но первое смотри новый год не лучшее время для подведения итогов и планирования следующего года и вообще полная ерунда подводить в конце года итоги и садить себя в клетку придуманных целей на следующий год но особенно придуманных в угаре вот этого надо что-то придумать надо быстро загадать желание быстро что загадывается какие желания которые на поверхности поэтому слушай самое хорошее время для принятия решения это любой каждому минуту идут перекомбинирование поэтому не надо ставить для себя ложных целей какое время самое лучшее любое время самое лучшее для того чтобы выбрать самую актуальную работающую комбинацию любую и так список целей 2020 от алексея из всего этого больше всего мне нравится сделать фотосессию с родителями больше всего даст тебе новый опыт это секс втроем предполагаю подарок отцу очень достойно может машина муж квартиру так смотрите 17 целей да мой партнер и друг оскар хардман у него там 100 целей но он так развлекается чем больше тем лучше но вот у меня другое мнение я думаю за полгода год надо всегда выбрать что-то одно что назрело и что ты точно хочешь изменить в себе достижение этой этого изменения себе автоматически изменит суперпозицию многих вещей которые тебя окружают и тебе не надо будет вот так вот писать какой-то дурацкий лист потому что этот лист не про тебя ты наверняка насмотрелся всяких других примеров постановки целей и напихал сюда часть из этих целей из каких-то других примеров но это не про тебя понимаешь начало приоритизация что здесь самое главное но если ты написал 17 наверное здесь все главное подожди если не все зачем ты написал поэтому держи держи свой список и недавно ездил в гости к своим родителям и нашел свой старый список старый список целей за 2016 год и вдруг обнаружил что те цели которые написал на 2020 год частично пересекаются с теми которые у меня были несколько лет назад что нужно делать чтобы цели выполнялись не переносились может быть у вас есть инструменты и рекомендации ты сейчас обратил внимание на ну такую вещь да ты ставил цели делал приоритеты даже насиловал себя для того чтобы они случились но этого не случилось сколько раз ты так делал уже ну года три как минимум поздравляют ты бегаешь по заколдованному кругу все говорят жизнь по спирали развивается нет это вранье жизнь это подъемный круг ты бегаешь по кругу по кругу по кругу и но пока ты не изменишь ничего бегая по кругу еще бы ты так и будешь бегать по кругу на одном уровне молиться медитировать слушай слушать каких-то блогеров бизнес тренеров спикеров там слушай вот читать книги смотри видишь нету никакой спирали все по кругу так вот чтобы в квантовый скачок произошел и ты бегал вот на другом уровне должен произойти квантовый скачок скорее всего ты эти три года бегал вот по этому кругу кстати хочу ты злишься нормальный круг такой известный повторяется за каждым поворотом ты знаешь что дальше будет ты знаешь что ты также на новый год загадаешь желание они также них нихрена не исполнится все известно что ты успокойся прими прими это как данность игорь а что такое квантовый скачок и как его сделать квантовый скачок всегда не не где-то снаружи он всегда внутри то есть способность сделать квантовый скачок это некий представь себе что это переключатель внутри тебя вечер садишься также в купе какой-то попутчик всю ночь какая-то беседа откуда почему мы с ним говорим о меня видит первый раз я его вижу первый раз но мы почему так говорим спим два-три часа я выхожу утром на перо я улыбаюсь я чувствую что то что мне еще вчера казалось что так я буду делать да я я иду я знаю что я буду делать я буду делать это по-другому это как раз та самая пересборка своего я своих убеждений в поле опыта других людей ну ты же мне сам говорил что ты там сидел в своем этом городочке там лясы точил понимаешь тогда потом вдруг что-то происходит и ты срываешься и куда-то там уезжаешь то есть что-то меняется у каждого в жизни были квантовые скачки я просто обращаю внимание а надо доверять таким своим квантовым скачкам более того надо уметь их порождать поэтому если в молодости юности у меня это было часто в поездах я вот эти люди встречался или какие-то бизнес наставники или какие-то люди странные на первый взгляд но с кем мы зависали надолго и не могли оторваться друг от друга сейчас это клуб эквью где предприниматели которые не могу оторваться от нашего отношу беседы и выхожу оттуда обновленные вот эти квантовые скачки не один а много происходит у каждого это было каждый может сейчас узнать нам рассказывать что с ним это было а теперь внимание так чем отличается ряд людей у которых это неосознанно случается это переводит их на другую но дальше люди не могут воспроизвести это состояние в отношении следующих изменений а есть люди которые умеют это воспроизводить осознанно или повышают вероятность квантовых скачков которые отправляют их в то будущее которое больше нравится все большинство людей в начале года на таком на энтузиазме на повышенной энергии ставят слишком завышенные цели которые по факту не выполняется даже у меня так много раз было как вы думаете почему так происходит и что собственно с этим делать а потому что других не надо слушать все вот эти вот корявые неправильные вещи они не подходящие тебе кому-то вещи возникает потому что люди берут чужой костюм и пытается его на себя одеть не сидит а почему должен сидеть он скроем для кого-то его кто-то придумал для себя в том моменте когда он ему подходит что ты им ты пользуешься какое проверочное действие сделать очень просто смотри делай что ты хочешь ты можешь назад что ты сейчас хочешь что ты очень хочешь а теперь остановись на секундочку теперь скажи хочешь ли ты 17 целей на следующий год сейчас себе поставить или 100 ну ты же не вот ни хуй да это противоестественно сидеть и думать какие 17 целей на следующий год ты подумай о том что ты хочешь потому что я тебе говорю в жизни самое главное делать то что ты хочешь и послать подальше всех тех которые тебе говорят что ты должен делать то что ты должен ты должен только одно не относиться к себе несправедливо выживание не является нашей обязанностью процветание не является нашей обязанностью человек не обязан человек может только знать одно что черт побери есть какие-то вот эти вот чертовые квантовые скачки я могу их провоцировать в отношении себя ну либо жизнь всегда будет приносить мне чертову несправедливость и мне придется с ней смириться и терпеть знаешь кто смиряется со своей жизнью звери животные звери они на самом деле примирены со своей жизнью у самого начала у них есть я биологической ну так так там охотник пришел застрелил поэтому люди которые примеряется и даже ничего не пытается изменить они вот в принципе превращаются и живут как у животные ничего это биологически соответствует но человеческой природе естества не соответствует игорь с целью на год вроде бы все понятно как и вообще относитесь к планированию процессу и как то у вас устроено к планированию отношусь хорошо но как планирование не как плану потому что планирование это каждой точке время мы предполагаем семейство решений которые мы будем использовать и семейство реакции на то отклонение которые мы сделаем если вдруг ракета пойдет туда нам надо туда мы будем все это планирование это потому получается постоянный кибернетический пересчет как реагировать в случае каких-то отклонений это не то что люди делают . а . б попасть в список forbes или . б купить квартиру или . б рассчитаться за ипотеку это не это это тюрьма вот эта тюрьма вынуждает людей вот сейчас вот за ипотеку рассчитаемся и потом будем жить смысле а сейчас жить не будем да сейчас будем за ипотеку рассчитываться поэтому потом люди когда ипотеку рассчитали они взяли кредит на машину и теперь пока они не погасят кредит на машину они опять жить не будут они жить откладывают на потом потом они детям будут помогать, а дети видят, как они живут, и теперь внимание, что получается, дети воспроизведут ту же картину. Дети тоже жить, ну, не будут, они будут постоянно что-то делать, двигаемые чем? Реклама Сбербанка, бери ипотеку. Поэтому уж чему-чему, больше всего я хочу, чтобы мы, каждый из нас, дети, взрослые, имели навык, очень хорошо натренированный, включать свою волю, вот воля для чего нужна, свою волю, для инициации своего мышления. Вот здесь воля потребуется. Игорь, расскажите про свой опыт планирования, а не составление планов, как вы говорите. Да, есть три этапа, которые я могу отметить. До 23 лет план один — прорваться, зацепиться и прорваться, состояться хоть в чем-то, проявить себя, чтобы поверить в себя, что я есть. С 23 до 42 был совершенно другой план. Как увеличится нахрен в десять раз и желательно за год? Ну, хотя бы за три. Точка опоры, когда есть, можно увеличивать. Слушайте, там вопрос такой, некоторые, я вот увеличивать, я говорю, подожди, а у тебя точка опоры-то есть? Что ты будешь увеличивать? Увеличивать ноль? Будет ноль, только еще больше. Наступает третий этап. К этому этапу ты очень сильно уверен, что ты можешь, а, находить то, за что зацепиться и увеличивать это очень сильно, но тебя на третьем этапе это уже не не дает тебе энергии. И любая постановка такой же цели, то есть повторение того, что было, давало энергию на втором этапе, она уже тебя не драйвит. Это, кстати, показатель того, что надо заканчивать второй этап и переходить в третий. Как нужно людям, которые пока не завершили первый этап, которых пока нет точки опоры, выстраивать тот самый процесс планирования и тем более, как это делать, если человек 30-40 лет, а точка опоры, это до сих пор не найдено. Те, кто находится на первом этапе и не нашел пока, да, за что зацепиться и ищет, это, кстати, нормальная характеристика, то есть на первом этапе важно каждый раз пробовать что-то перебором. Находить новых людей и с ними попробовать сделать что-то другое и посмотреть, как у тебя энергия добавляется и через, если добавляется остаться там и прямо вот пожить там и придешь к своему делу. Правила на первом, ну или концепция, или принцип на первом подходе, на первой фазе следующий, заложить как можно больше вероятностей. Жизнь и бизнес это игра в малые вероятности. То есть ты приобретаешь компетенции, ну каких-то способностей там, хардкор, то есть технические и приобретаешь очень много гуманитарных компетенций в это время. Как с людьми взаимодействовать, как общаться, как создавать команды, как входить в состояние порождения личного, индивидуального, проявления индивидуального качества и как входить в состояние со-творчества с другими. Поэтому тот, кто смотрит наш выпуск, я всем скажу следующее. 35, 45, в любом, абсолютно в любом мудрости можно, можно и нужно пройти этот путь, который характерен для человека. Это характерный путь, это высшее гуманистическое откровение сделать вот эти три этапа, которые я сказал. Каждый человек может все изменить в один момент, в недвижимости.